Что стало бы с Землей, если бы Луна была в два раза ближе? Раньше Луна была намного ближе к Земле. Основная гипотеза происхождения Луны в современной астрофизике предполагает, что Земля 4,5 миллиарда лет назад столкнулась с планетой размером с Марс. И из-за этого столкновения и образовалась Луна. С тех пор Луна непрерывно удаляется от Земли со скоростью около 4 сантиметров в год. Связано это с тем, что гравитация со стороны Солнца действует на Луну сильнее, чем земная. В будущем мы потеряем Луну. Это нормальный для космоса процесс. По одной из гипотез, Меркурий тоже когда-то был спутником у Венеры, но отдалился и получил собственную орбиту, став планетой. Луна сейчас идеально расположена для нашей жизни. Если бы она была ближе, то ситуация на Земле была бы куда менее стабильной. А если бы Луна оказалась в два раза ближе к Земле? Физик из Университета штата Мэн Нил Комминс спрогнозировал такой сценарий. Гигантские волны. Приливы были бы в 8 раз выше, сказал Комминс Life Science. Это привело бы к тому, что многие острова находились бы под водой большую часть дня. О городах на побережье пришлось бы забыть. Они стали бы непригодными для жизни, так как их постоянно накрывало бы большой волной. Вулканы. Луна также оказывает приливное воздействие на сушу Земли. И если бы Луна была бы в два раза ближе к Земле, воздействие было бы разрушительным. На Земле возникло бы гораздо больше землетрясений и извержений вулканов. Похожая ситуация наблюдается на спутнике Юпитера Ио. На него действует гравитация как самого Юпитера, так и двух других крупных спутников. Конечно, гравитация Юпитера на порядок больше лунной, но интересен сам принцип. Ио – лидер по вулканической активности в Солнечной системе. Из-за приливных сил происходит нагрев недр Ио, чему способствуют силы трения внутри спутника. Сутки стали увеличиваться еще быстрее. Когда гравитация Луны притягивает океаны, трение между дном океана и водой замедляет вращение Земли. Вращение Земли замедляется и сейчас, но процесс этот идет очень медленно. Во времена динозавров сутки длились по 23 с половиной часа. В дальнейшем сутки будут увеличиваться. При близкой Луне сутки бы становились все дольше и дольше. Процесс этот шел бы гораздо быстрее. Тьма из-за солнечных затмений. Так как Луна закрывала бы большую часть, то и закрыть Солнце стало бы проще. Вероятность, что она закроет Солнце, резко бы повысилась. Эволюция. Животным пришлось бы адаптироваться к более яркой Луне ночью. Хищники будут лучше видеть по ночам, что сделает их гораздо опаснее. Травоядным животным пришлось бы придумывать новые механизмы защиты. Возможно, отращивать более мощные зубы и когти, чтобы дать отпор хищникам.